Её маму похоронили в пятницу на сельском кладбище. Из родных был только отец и несколько односельчан. Ольге было всего восемь, а она уже была сиротой, только девочка этого ещё не понимала и не осознавала. С того времени отец всячески пытался заменить дочери мать, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Он больше никогда не женился, видимо, очень сильно любил маму Ольги и не представлял никого на её месте, да и боялся, что другая женщина станет обижать девочку. Он не хотел, чтобы у дочки была мачеха. Отец Ольги был лесником, жили они на окраине леса вдали от деревни. Много времени отец с дочерью проводили в тайге. Евгений брал Ольгу с собой на работу, боялся оставлять девочку дома одну. Оля очень любила отца, а после смерти матери он был её единственным родным человеком. Однажды, обходя свои владения, Евгений вместе с дочкой нашли в густой траве маленького волчонка, сильно похожего на дворового щенка. Он жалобно скулил и прижимался к своей матери, которая неподвижно лежала на земле. Вот сволочи, негодяи, детёныша без матери оставили. Это Евгений говорил про браконьеров, которых он успел спугнуть, но не успел догнать, и те скрылись в глубине леса. Похоронили волчицу под деревом, а малыша принесли в избушку и оставили тут жить. Ольга полюбила щенка всем сердцем, он немного скрасил ей печальные дни после утраты любимой мамы. А Евгений наконец-то за последние недели увидел, как его дочь улыбается и услышал её звонкий смех, когда она играла с волчонком. Прошла весна и лето, наступила осень. Подросший волчонок стал всё реже и реже приходить в избушку. Он постепенно начал жить своей лесной жизнью, как и положено дикому зверю. Евгений с Ольгой вернулись жить в деревню. Девочка пошла учиться в первый класс. Каждый день Евгений возил её в городскую школу, потому что хотел дать дочке всё самое лучшее и в учёбе, и в жизни. Ведь в ближайшей деревне школа была на грани закрытия из-за нехватки учителей. Так прошёл год. Опять всё лето Евгений с Ольгой провели в тайге, а вместе с ними подросший волчонок. Он часто наведывался к избушке, навещая своих друзей. Так продолжалось почти каждый год, пока Ольга не закончила школу. После окончания школы девушка поступила в институт. Выучившись на ветеринара, она устроилась на работу в хорошую ветеринарную клинику. Стала неплохо зарабатывать, сняла небольшую квартиру, много раз звала отца к себе. Но он сказал, что не может оставить лес и дом, в котором был по-настоящему счастлив с её мамой. Плохо, что её больше нет, говорил Евгений, но воспоминания о ней греют его душу. Оля тоже была одна, с личной жизнью у неё пока не складывалось. Ухажёров было много, но ни к одному из них она не испытывала чувств и потому держала их от себя на расстоянии. Ей хотелось такую семью, как было у её родителей, один раз и на всю жизнь. Как обычно, в свой выходной день она отправилась к отцу в гости. Утром отец засобирался в тайгу на свой лесной участок. «Папа на улице так сыро, целую ночь лил дождь, может, ты не пойдёшь сегодня в обход?» Спросила Оля, с надеждой посмотрев ему в глаза. «Не могу не пойти, дочка, ты же знаешь мою вечную войну с браконьерами», — сказал отец, одевая тёплую куртку. «Пап, будь осторожней, не задерживайся, погода отвратительная», — попросила Оля, как будто предчувствуя беду. Лесник ушёл, а девушка стала заниматься домашними делами, нужно было навести порядок в холостяцкой берлоге отца. Давно здесь не чувствовалась женская рука. За уборкой время пролетело незаметно, и девушка поняла, что прошла уже половина дня. Посмотрев на часы, она немного занервничала. С того момента, как ушёл отец, прошло уже почти пять часов. Он должен был уже давно вернуться. Оля не находила себе места. Ведь за это время опытный лесник мог бы обойти свою территорию несколько раз. Ждать больше не было сил, и Оля решила отправиться на поиски отца самостоятельно, иначе скоро стемнеет, и ориентироваться в лесу будет невозможно. Одно спасение — это мощный фонарик в телефоне, а главное, чтобы заряда батареи хватило. Прихватив с собой сумку с медикаментами, девушка пошла в лес. Несколько часов она металась по лесу в поисках отца, но безрезультатно. Оля была уже недалеко от лесного домика, когда вдруг услышала протяжный вой. Она поняла, что скорее всего это были волки. Стало очень страшно, но прекратить поиски она не могла. В голове рисовались картины, одна страшнее другой. Она винила себя за то, что не пошла вместе с отцом. Ведь тревога со вчерашнего дня не покидала ее, и все-таки что-то подсказывало ей, что отец где-то близко. Вой повторился еще несколько раз, и Ольга интуитивно пошла на этот звук, он казался ей каким-то родным и знакомым. Зайдя вглубь леса, она застыла на месте от неожиданности. Евгений неподвижно лежал на земле. Оля бросилась к отцу, но тут из кустов выскочил волк и преградил ей дорогу. Девушка очень испугалась и подумала, что это конец. Холодок пробежал по спине, кровь застыла в жилах. Но тут вдруг волк склонил голову над ее отцом и жалобно завыл. Так вот кто так громко звал ее на помощь. Оля не сразу узнала своего старого друга, как он вырос и повзрослел за то время, что они не виделись. Девушка подошла к отцу и тронула его за плечо, и раздался еле слышный стон. «Жив? Слава Богу!» — подумала Оля. Его нога была в капкане, а из раны сочилась кровь. Девушка растерялась и очень испугалась за отца, ведь большая потеря крови была серьезной угрозой для жизни. В одиночку ей было не справиться с остальными зубьями. Оля достала из сумки на шатырь, дала отцу вдохнуть и стала слегка похлопывать его по щекам. К счастью, он пришел в себя и открыл глаза. «Олька, как ты меня нашла?» «Не плачь, со мной все хорошо, это пустяки, моя дорогая», — пытался успокоить ее отец. «Видишь, браконьеры устроили на меня облаву, поставили капкан почти что рядом с избушкой. Это они мне так мстят. Если бы не наш волк, то я не знаю, что бы со мной было. Он не давал мне терять сознание и выл на весь лес. На его голос я и пришла», — подтвердила слова отца девушка. Совместными усилиями им вскоре удалось разжать челюсти капкана. Оля обработала рану отца, наложила повязку, и они кое-как дошли до лесной избушки. «Я в деревню за подмогой, а с тобой останется волк, будет охранять». Волк лег возле мужчины, положив на него свои лапы, закрыл глаза и опустил уши. «Ждите, я скоро вернусь», — сказала девушка. Через час Оля вернулась из деревни с двумя крепкими парнями. Отца отвезли в больницу. Кость была цела, на этот раз все обошлось, и рана быстро зажила, но это была их последняя встреча с волком. Своим поступком дикий зверь отблагодарил людей, которые когда-то спасли его, а это подтверждает, что и в дикой природе есть место добру и справедливости. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.